Здравствуйте, с вами очередной выпуск новостей активизма от команды Активатики. Россию в последнее время буквально захлестнул тверк протест после ролика, который выпустили курсанты Ульяновского летного училища, которые человек 10 собрались в трусах, фуражках и сплясали довольно такой легкомысленный тверк танец. Но реакция на их легкомысленный танец, она была совершенно чудовищная. Федеральное министерство транспорта и Росавиация решили создать специальную комиссию по расследованию инцидента. Для расследования рядового убийства межведомственных комиссий, между прочим, не создают. Но тут не убийство, тут танцы в трусах. И в Поволжской транспортной прокуратуре даже провели специальную проверку видеоролика с признаками эротики. Правда, никаких нарушений, незаконов, ни внутреннего распорядка училища так и не выявили. И, вероятно, это потому, что все-таки курсанты были не только в трусах, но и в фуражках. Но меня, честно говоря, поразила невероятная солидарность, которая вообще российскому обществу не очень свойственно. Но тут в поддержку курсантов из Ульяновска было создано огромное количество роликов. Отличились моряки, конники, представители театра и даже женщины, назвавшие себя мамами курсантов. Домохозяйки записали свой твергтанец. Ну и, конечно, самый яркий и прекрасный танец питерских пенсионеров. То есть вся страна, как один, начала записывать свои видеоролики с твергтанцами по поддержку курсантов. Ну, почему это происходит? Вот с моей точки зрения, это ответ на вот эту удушливую атмосферу, которая в последнее время царит в нашей любимой стране. Потому что, честно говоря, все эти разговоры про скрепы, все эти разговоры про особенную нравственность русских людей, про какой-то особый набор хромосом у русских, вот он просто вызывает вот такую тошнотную реакцию в обществе, и людям хочется как-то отреагировать. И они отреагировали просто классно. И, честно говоря, то, что тверг шагает по стране, мне кажется, это очень здорово. Ну, а в Москве протест не такой веселый, это вам не танцы в трусах, в Москве все серьезно. И уже несколько месяцев идет противостояние, очень серьезное противостояние жителей юго-западного района по улице Кравченко-16. Они борются с ЖСК учительский дом, и борются они против того, чтобы этот самый учительский дом не строили на их детской площадке, спортивной площадке, которая существует уже больше 50 лет, 60-х годов, и жителям очень важна. Ну, честно говоря, это вот очередной пример, когда власти пытаются таким образом рассорить людей, потому что, ну, очевидно совершенно, что у москвичей никаких претензий к учителям нет, и они только за то, чтобы у учителей появлялись новые дома. Но, ну, простите, но почему же это надо делать на спортивной детской площадке? Совершенно непонятно. Площадку демонтировали, отдали под застройку вопреки обещаниям префекта юго-западного административного округа Олега Волкова, публично заявившего, что площадка будет стоять всегда. Согласно Росреестру договор аренды на земельный участок уже был однажды аннулирован. Дон для учителей собирались строить вообще без каких-либо публичных слушаний и общественных обсуждений. И со стороны властей данная застройка выглядит вообще как очередная строительная авантюра. 8 декабря противостояние жителей и охранников стройки вообще зашло за грань. Как утверждали очевидцы, вооруженные холодным оружием и газовым пистолетом, охранники отталкивали и избивали москвичей. Ивану Климову разбили камеру и бросили ее в колодец. А 18 января на место строительства ЖК учительский дом заблаговременно прибыла Росгвардия, ЕБДД, жилищник Ломоносовского района, две машины ДПС, местная полиция и автозак, ожидая народных волнений и беспорядков. Но вообще посмотрите, какие нешуточные силы вступили в схватку с москвичами, которые всего лишь на минуточку пытаются защитить свою спортивную площадку. Представляете, понадобилась целая Росгвардия, чтобы с жителями расправиться. Жители расценили такое количество полиции, силовиков, как устрашающий акт. И вообще они были правы, потому что к ним была применена физическая сила. Активисты Ивана Климова, который вообще очень активно защищает свой двор, его задержали. И конфликт на улице Кравченко вновь возобновился на следующий день, уже 19 января, когда застройщики решили установить ограничивающие знаки «Парковка запрещена в жилой зоне». И накануне того, как поставить эти знаки, полиция подогнала автозаки. И совершенно без всякого суда и следствия в эти автозаки стали засовывать активных местных жителей. Опять же, Ивана Климова, Андрея Орла, Глеба Назарова, Сизикова Николая и Сергея Ильина. Просто на ровном месте. Ивана Климова задерживали с особой жестокостью. Ему повредили ногу, его тащили за руки и за ноги. Хотя Иван просил, что он может идти сам. И это вообще унизительно, что взрослого человека тащат волоком. Он недавно перенес операцию, у него проблемы с глазами. Тем не менее, его очень грубо задерживали. И в автозаке его приложили лицом, глазами у перила. И он, собственно говоря, перестал на какое-то время даже видеть. Когда Ивана привезли в отделение полиции, то женщина полицейская, она ему угрожала. Она говорила так. У тебя руки в карманах? Мы имеем право применять оружие. Вдруг у тебя в кармане пистолет. И зачем вообще тебе вот этот протест? Зачем вообще ты борешься против этой стройки? А если говорить про других задержанных, то, например, обвинение, которое предъявили к Андрею Орлу, это просто верх абсурдности. Вот человека задержали за то, что он, на минуточку, махал руками. Ну, в ответ на вот такие действия, жители продолжают свою борьбу. И мемом уже стала фраза представителя застройки ЖК Учительский дом Алексея Белозерова, который пожаловался, что до выборов нельзя бить и разгонять протестующих. В ответ на это циничное высказывание в ночь на 22 января был расписан неизвестными автомобиль «Газень», который перегородил заезд на стройку со стороны двора на улице Кравченко-16. В России гражданский активизм – это не роскошь, это совершенная необходимость, иначе будет, как в Сергиевом посаде, который, извините меня, просто утопает в фекалиях. Один из районов Сергиев-Посада вынужден круглосуточно вдыхать запах человеческих испражнений. Почему? Недалеко от парка «Скифские пруды» проистекает целая река из фекалий, загрязняя, загрязнение попадает в местные водоемы, а оттуда, извините, на минуточку в Каспийское море. Это раньше Волга впадала в Каспийское море, теперь фекальные реки туда впадают. Что, по убеждениям общественников и экологов, грозит настоящей экологической катастрофой. Причина этой катастрофы кроется в бесхозной канализационно-насосной станции, которая раньше находилась на балансе Министерства обороны и обслуживала закрытый военный городок. Но, к сожалению, сейчас эта станция оказалась абсолютно бесхозной. И городской водоканал станцию не обслуживает, насосы не работают, и причины их поломки никто выяснять не пытается. И таким образом продукты человеческой жизнедеятельности, а КНС вот этот обслуживает несколько многоэтажных домов у микрорайона ферма, выталкивает на поверхность, откуда, образуя зловонные ручьи, они текут по балансшафту, попадая в реки и озера. Этой проблеме уже не один год, и жители начали забрасывать администрацию, ну, пока что жалобами и письмами. И в ответ на это была создана комиссия, как вы видите, все-таки везет тому, кто везет, и людям активным, ну, власти вынуждены просто идти навстречу. И комиссия извода канала приехала на место экологического бедствия. И вот что они выяснили. Они выяснили, что 95% труб, они вообще изношены. Они выяснили, что насосы не работают. И выяснили, что для того, чтобы вообще это все нормально заработало, чтобы это пришло в норму, нужны хорошие, такие многомиллионные вложения. Ну, комиссия-то приехала, для того, чтобы она прошла на станцию, демонтировали секцию забора. А вот обратно этот забор поставить никто не удосужился. И вот теперь на эту насосную станцию, которая просто представляет из себя зловонную клаку, туда могут беспрепятственно заходить кто угодно, в том числе и дети, потому что рядом с этим местом две школы. Активисты, ученые, экологи, они уверены, из-за халатности местных властей пострадать может экология не только московского региона. Ведь десятки тысяч литров канализационных стоков из Сергиева Посада попадают в реку Кончуру, которая впадает в Таргошу, Ворю, Клязьму, Аку, Волгу, а оттуда в Каспийское море. Ну, а чиновников, похоже, это совсем не беспокоит. Это же вам не борьба с тверком, и здесь каких-то специальных комиссий никто вообще создавать не собирается. Ну, вообще, конечно, в России жизнь интересная. И интересно, что же в результате победит – тверк танцы или фекалии? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!